ты решила вскрыть мы пришли вообще с кавой на пляж кто знает кто бы рассказал смотрите давай наливай вообще-то это кава креман 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 это французское наименование игристого вина которая сделана за пределами региона шампань шампанского или нет другое шампанский можно называться только французская вина нет мы привыкли шампанским называть все шампанское игристое нет просто тебе объясняю все игристое где есть вот это типа что-то традиционным методом сделано как вот шампанское или сделано как шампанское это совершенно правильно ой очень мягенько кстати подожди но это перелада это испанская но почему называется креман это я хотела у тебя выяснить давай не сейчас вытаскивать эту вытащим потом она не охладится это когда так это же потому что там были да ты помнишь на конечно конечно что-то они там намутили написали как креман будем пробовать на самом деле значительно мягче чем пахнет быть здорово будь здорова вот видишь правду говоришь что мягенькая пахнет очень вкусно на вкус если честно кава кава это кава наверно просто по методу кремана может сделано об короче тоже делается по методу кремана и по методу шампани я думаю на самом деле это какой-то маркетинговый ход вообще вот в принципе кава шампанское и кремана не отличаются чем-то или это как бы такое кава шампанское креман шампанское и креман это французские вина кава это и сванское вино а вот в италии есть что просто это их объединяет единственное это это игристое содержимое наличие пузырьков газики и бутылка в остальном они отличаются конечно не из отличается по методу производства и по вкусовым и самое время рекламировать юлю кстати у юлечки есть рубрика макшевича вине да они в первую очередь отличаются по сортовым характеристикам потому что каждый из этих вин например шампанское может делаться только из определенного количества винограда не количество сортов винограда кава тоже это совершенно другие сорта совершенно другой вкус хотя технологии производства примерно одинаково ну вот мне сложно сказать это и другой виноград и вообще другой метод производства пузырьки короче добывается разными методами из разных сортов винограда назовете подозрена вот смотри отличие шампанского кремана и кавы они же по вкусу есть отличие шампанское креман и кава отличается по только из-за разности винограда но это один метод производства кава вызревает меньше яблочком пахнет кстати андрей подожди вот она покислее мы сегодня пили фрешенет мне кажется фрешенет помягче чуть-чуть его крючок загнут потому что пайпер хайти это шампань а шампань делается из трех сортов винограда и на нуар и на меня и шардоне ваша кава делается совершенно из других сортов винограда смотри испанский делается из макабелла перелады и шарел шарель это вот это вот к вам больше а соответственно шампань делается из совершенно других сортов винограда это пинануар пинамине и помнишь мы пробовали она когда в него там был где-то еще добавлен пинануар там небольшой был процент это вот именно гран-ресерва которая дорогая до покупали моносортовую пинануар смотри в чем разница только в шампании есть уникальный террор кто это земля то есть это солнце воздух почва я не знаю и климатические условия понимаешь все больше нигде такого нет поэтому только в шампане производит уникальную шампань и поэтому сам производитель шампани так бьются за свою идентичность и говорят пошли вы все нахер кто производит что-то такое же подобное спина варай там и шардоне идите все леса напрямую на вкус влияет климатические условия и конечно же почва в первую очередь в общем короче почва почва только в шампании там меловые известняки и это вот такой свежесть хрустящийся шампанскому во многих ты посадить в испании пинануар и дадите в шампании это будет совершенно два разных вино ну и потом сделать из них одно это по одному этому же методу сделать совершенно два разных вино здесь жарко там холодно посмотри какие у вас кстати смотри как классно 5 раз два три четыре вообще да круто как они пролетели как-то ну нужно пить шампань в разных ее воплощениях в разные года потому что например смотри в один год было холодно во второй жарко но это уже будет другая шампань ты как будто бы это вот только я уже пил эту шампань я что я там не видел не видел мы сейчас взяли вот этот вот крема переладовский испанский он как бы отличается по вкусу да он отличается во-первых это кодорнил это одна из старейших вернее старейшая винодельная испании кодорнил вот гран креман кстати гран это то есть большой да кодорнил очень хорошая производства традиционными мы там были мы там были ссылка кстати на это видео в описании прекрасное производство на юлия тоже скинуть это же есть на ютубе в видео с кодорнил потому что такая упаковочка очень похожа на помире да очень похожа кстати но помире это не крема и у них такая знаешь очень явный закос под шампань вот сейчас вот эти этикетки да то есть каву обычно так не оформляет макабео вот это вот шарелло и пиналяда цвет ну это белое вино я думаю что это как минимум девять месяцев нас с интенсивным ароматом фрукта белых фруктов из яблоком а ну вот я яблочко ты чувствовал что там еще написано я сейчас не увидел ноты миндаля альмандры ты знаешь у него такие вот смотри если мы посмотрим конечно мы сегодня пьем каву это розовая кава как она называется ой кодорнил проверенный производитель сами съездили на производство все оценили и увидели как растет виноград андреича прикрепи видео я поставлю в ссылку аккуратно между прочим в бутылке с игристым вино 6 атмосфер вашей шине всего лишь две с половиной атмосферы вставляешь то есть если например бутылка конечно поэтому когда люди начинают трясти и не аккуратно открывать пробку нужно понимать что это вот как выстрелившее колесо на скорости сегодня конечно без пука монашки потому что нужно когда мы открываем правильно но у нас маленечко неправильной температуры чуть-чуть теплее слушай это розовенькая ладно вот я чё про температуру если бы она была хорошей правильной температурой то и не нестресенная когда-то был бы такой знаешь тоненький вот это и называется пук монаш ну так и нужно открывать шампанское нельзя его взрывать мы любим это ж праздник но так нельзя нет шампанское может поменять вкус представляете а подробнее все узнаете маша вечеринья я как а худая а если вы хотите похудеть стройное тело юля мне тут расписала диетку ну как диетку расписала курс для похудения что нужно есть когда есть и так далее да поэтому скоро я буду как газель вот поэтому можно юли тоже написать все ссылки оставлю в описании к видео юли можно написать все узнать поподробнее чё и как и почему как правильно есть как правильно пить это все ко мне слушай но самое интересное что юля при этом будет еще со мной вести как бы диалог в течение какого времени но онлайн то есть это не просто по неделе каждый божий день да вот то есть это не просто расписано расписание что есть что можно чем за это еще курирование вот поэтому при этом яблочко нельзя как оказалось но как бы короче не буду рассказывать о секрет ну в общем вот ну что кавочка-то вкусная да 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 такая очень высококислотная мягенькая но я бы не сказала что она мягкая нет это вот хорошо под еду да это отличное столовое вино вы посмотрите что люди делают полезли вот здесь по скале вот они вверху и спасатель начал свистеть им стали ребята так делать вообще категорически запрещено это очень и очень опасно но они все равно смотрите вниз один человек вернулся назад наверх но это опасно они могут упасть все весь пляж перебудражили будоражили а вон он крапкается наверх еще один люди вообще буги-муги медузы мы похожи на арбузы зузи 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 сидим с крабиком надо его выпустить на свободу пойти а краб жена в воде живет воде сейчас огромное количество людей никто не хочет выходить потому что действительно очень сильно жарко настолько что хочется залезть в воду и сидеть там кстати у нас с тобой есть сегодня батон хлеба чтобы покормить рыб сейчас меньше я думаю что в субботу-воскресенье конечно будет больше мы когда ходили субботу здесь конечно было намного больше людей погода конечно сегодня прям вообще обжигает еле доползли до пряжа все просто еле доползли очень сильно жарко хочется залезть куда-то и сидеть и не вылазить